Третий коммунистический интернационал Первый интернационал, основанный Марксом, существовал в 64 по 72 год Поражение геройских парижских рабочих знаменитой парижской коммуны означало конец этого интернационала Он незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение Он заложил фундамент того здания всемирной социалистической республики в которой мы имеем теперь счастье строить Второй интернационал существовал с 89 по 1914 год до войны Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма временем без великих революций Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран Но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени потеряли способность к революционной борьбе Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение четырех лет Война между капиталистами из-за залежа прибыли, из-за власти над малыми и слабыми народами Эти социалисты перешли на сторону своих правительств Они изменили рабочих Они помогли затянуть бойню Они стали врагами социализма Они перешли на сторону капиталистов Масты рабочих отвернулись от этих изменников социализма Во всем мире начался поворот к революционной борьбе Война показала, что капитализм погиб Ему на смену идет новый порядок Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма Теперь рабочие, оставшиеся верными в телу свержения иго-капитала Называют себя коммунистами Во всем мире растет союз коммунистов В ряде стран победила уже советская власть Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире Мы увидим основание всемирной федеративной республики Советов Продолжение следует...